В Киеве на улице семьи Сосниных 3А проводится демонтаж павильона, который был установлен незаконно и не имел соответствующих разрешительных документов. При этом так называемые хозяева данного павильона сопротивлялись к его благоустрою, поэтому были привлечены сотрудники полиции для того, чтобы они успокоились. На улице семьи Сосниных демонтирован торговый павильон, который самовольно увеличил площадь и продавал алкоголь детям. Андрей Андреев, руководитель Киев-благоустройства, рассказал детали. А он ее увеличил и установил конструкцию больше. Инспекторам, как и благоустройство, это было зафиксировано. Складен акт про невидповедность и увеличение площадки. И отправлено на комиссию при Департаменте административного архитектуры. Цей акт был расследователь. Было принято решение аннулировать эти документы. После этого Департамент муського благоустройства на основе решения комиссии подписал доручение на демонтаж. Мы выехали первый раз, снова встретились с испропытовым властником. Также мы отступили, обратились к национальной полиции. Национальная полиция дала нам поддержку, и мы с ее помощью демонтировали этот объект. Поэтому, маючи нагоду, я обратился к всех предпринимателей. Прошу, незаконно демонтировать свой сарай с территорией Киева. Або мы приедемо и демонтуемо это селом Киева. Або и до властников, которые имеют информационные талоны, дозвольные документы. Шановные, ведите свою господарскую дельность, согласно законодательству. Что я могу договориться? Если у вас декларирована площадка 20 квадратных, пожалуйста, это 20 квадратных. Не 30, не 40, не 50, а 20. Если у вас декларирована продаж товаров из общего жилья, пожалуйста. Продаж товаров из общего жилья, а не гральный бизнес, а не разлив контрафакта. До демонтажа вы же отдаете торговельное обладнание и субпродукцию властнику? Властник, в частности, в частности, забирает ее. Если они потом приезжают, то мы также выдаем какие-то кавоварки, холодильники. Но 99% властник в частности, в частности, забирает ее. Продолжение следует...